Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим из прекрасного города Феникса. У нас здесь конференция, мессианский лидерский круглый стол. И собрались многие лидеры с мессианского служения с разных точек мира. Здесь много представителей из Украины, русскоговорящих из Израиля, с Бразилии. В основном, как бы, те, кто сфокусированы на работе с еврейским народом. К избранному навеевскому народу, в первую очередь, как говорится так, послание, которое несет сегодня очень важную тему. И что я могу заметить в этот раз, в этой конференции, было много затронуто вопросом о взаимоотношениях. Взаимоотношения между мессианскими общинами, как в Израиле, так и христианскими общинами в Израиле. Отношения между иудеями и арабами, народом израильским и остальными народами. Я вижу, что в последнее время, особенно, работа идет с направлением, которое называется «Единство в Царстве». И Шуа молился об единстве, чтобы каждый, кто верит в Него, каждый Тон Медим, каждый ученик Его, следовал единству, как один Отец и Он. Чтобы каждый из нас был единый. Я верю, что служение последнего времени не только будет сопровождаться чудесами, знамениями, откровениями свыше, но и также будет проявляться в единстве. Друзья, важно это понимать, потому что в последнее время очень много говорится о единстве среди верующих людей. Я верю, что это важно с точки зрения Писания, чтобы мы были едины не в позиции доктринального положения наших, как возлагать руки, каким образом молиться, какие молитвы раньше проводят или позже, а совместное понимание, кто мы в Мессии Шуа, кто во Христе. Мы, будучи далеки от Бога, потому что грех отделил нас от Него, мы были спасены Его кровью, а это означает, что только через прощение грехов мы становимся близки к Его обетованиям и к Его обещаниям. Как иудеи, так и остальные народы не имели спасения и не имеют спасения вне Ишуа. И только признавая Его личным спасителем, признавая кровь завета, признавая Его смерть и воскресение из мертвых, она соединяет нас вместе в одном теле. Мы не разные, мы в одном теле, мы крестились, то есть погрузились в Его смерть и воскресли вместе с Ним обновленные. Каждый верующий в Него обновлен разумом, потому что мы должны мыслить по-другому. В единстве мы должны проявлять терпение, даже долго терпение друг к другу. В единстве мы можем прощать и можем делать выводы, в единстве мы можем двигаться вперед. Я верю, что это важная цель, важная цель изменения наших лидерских позиций, руководителей каждого служения, чтобы мы, давая слово, двигались вперед. Могу сказать честно, что меня эта конференция очень вдохновила, особенно с услужением, которое называется трансформирующее служение. Когда мы начинаем трансформировать свой разум, чтобы идти дальше. Есть пословица, которую Диана Бернес повторял несколько раз на этой конференции. У нас звучало так, если хочешь идти быстро, иди сам. Если ты хочешь достичь чего-то, иди с кем-то. Мы можем быть разногласиями иметь в наших диктинальных позициях, в каких-то фактах. Но суть идет, как нам двигаться вместе. Я верю, что работа должна быть совместная, работа должна быть качественная. И если нет единства, не будет цели, не будет того, что Ишуа говорил о нас, чтобы мы были едины, чтобы мы достигли цели в достижении евреев и неевреев в проповеди Евангелия. Поэтому я хочу оставить вам всем такое простое послание, которое учит послание к Фессалоникийской общине. Рав Шеул говорит так, 1 Фессалоникийцам, 5 и 18 стих. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия, Вишуа Мессии. За все благодарите. Я верю, что работа вместе, если даже и не совпадает с какими-то картинальными позициями, может сопутствовать нам в единстве достижения людей, которые ищут Бога. Я хочу, чтобы мы, как мессианская община, стояли в одном теле с братьями и сестрами из других динаминаций, достигая цель Вишего Мессии проповедовать Евангелие, возлагать руки на больных, пророчествовать их в их жизни, вырывать их из ада и приглашать их в Царство Небесное. Этим отличается, наверное, община, первоапостольская община. Они пытались достичь людей Евангелия, и вопрос сегодня к нам. Мы готовы идти вместе? А если готовы, давайте будем идти к цели. Все вместе, спокойно двигаться вперед, достигая Вишуа тех целей, высших призваний, которые Он имеет для нас. Пускай Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok